так друзья пока мы подготавливаемся к осушению колодца я решил сделать небольшой обзор этого интереснейшего места колодец как ни странно находится на холме да и вот что и возле колодца находится вот такой камень я бы сказал когда камень для жертвоприношений потому что он очень интересный тут я вещи разложил но но видно что это для чего-то служил такой камень ладно дальше идем здесь если пройти через эти заросли хотя здесь не очень все удобно да то я вижу кладку причем кладка она заросшая да но кладка такая вот мы спускаемся сейчас я спущусь вам покажу что в принципе кладка то чтобы это была терраса в принципе может быть и терраса да но надо похоже на какую-то террасу но очень странно кладка нет она видимо сверху еще залито было чем-то да все заросло но и с другой стороны сейчас я вам покажу где что меня вообще смутило в этой ситуации что под этот жертвенник идут как бы ступеньки сейчас мы посмотрим здесь все дико то еще палку не взял операция на сейчас идем вот смотрите что интересно друзья мои мне будет интересно ваше мнение почему потому что одна голова хорошо а 10 лучше а если у меня 9000 подписчиков то 9000 кто подумает то и что-то скажет своя будет вообще интересно понимаете как-то нездорово вот еще раз там колодец да и вот тут идет вот такой вот спуск камни разрушены на и он туда идет видите это все в камнях все каких-то вот таком запущение но очень интересно друзья мне очень интересно ваше мнение что это может быть ваши предположения для меня будут очень важны и кто-то может что-то посоветует все-таки такие вот заброшенные места найти это очень даже редкость на сегодняшний день даже в испании это вот смотрите вот такое вот место вот она уходит как-то вот так вот здесь тоже кладка я смотрю но все заросшие вкладке какой-то ладно будем разбираться но все таки друзья я буду благодарен если вы мне как-то что-то прокомментируете ваше видение этого всего что это может быть ну все оставайтесь со мной будет продолжение по поводу осушение колодца и что мы найдем в колодце